Меня зовут Чадин Андрей Владимирович, я являюсь тренером Влада Туйнова. Мы сегодня разберем следующего соперника Влада, который 2 сентября встретится в яме Рейдж-Арена 4. Валера устал? Все, а теперь на характере! Ну что, давайте разберем сначала данные о нашем сопернике. Значит, наш соперник из Египта, город Каир. Вот, он, его зовут Айман Галал. Судя по его регалиям, он является гордостью Африки, в первую очередь, конечно же, Египта. Вот, очень-очень титулованный. И, судя по его инстаграм, по информации, он является профессиональным бойцом кунг-фу. Вот, что такое кунг-фу? Кунг-фу, у кунг-фу есть боевой раздел, это саньда. Кунг-фу саньда. Аналогичный же, такой же, если спорт, то уши, уши саньда. Вот, разница в этом, я думаю, кажется, только работа кунг-фу саньда, работа плюс еще коленями. Очень хороший, сильный вид спорта, очень похож на кикбоксинг, но техника немного отличается от классических кикбоксеров. Вот, откуда я знаю, я сам являюсь мастер спорта по уши саньда, поэтому технику эту знаю. Вот, ну давайте разберем его антропометрические данные. Значит, ростом он метр семьдесят пять, ему двадцать девять лет. Размах рук у него метр восемьдесят четыре. Если сравнить с Владом, то у них очень схожая антропометрия. Влад так же самое, ростом метр семьдесят пять, размах рук метр восемьдесят четыре. Разница только в возрасте. Владу двадцать четыре года, а Айману двадцать девять лет. Что касается регалий, он является четырехкратным победителем Кубка мира. Скорее всего, по кунг-фу. Вот, трехкратный чемпион мира. Я так понимаю, что у него есть участие и в чемпионатах мира по кикбоксингу, по версии ВКФ. Я думаю, что один из этих титулов является именно по этой версии. Вот, он девятикратный чемпион Африки. Ну, точно, наверное, легенда африканская. Восьмикратный победитель всемирных профессиональных игр. Возможно, скорее всего, это тоже по профессиональному кунг-фу, раз профессиональные игры. Вот, у него рекорд семь побед. Поражений ничего нет. Скорее всего, у него семь боев, семь побед. Это небольшой рекорд, как бы взять, но судя по тем нарезкам, которые у него есть в Инстаграме, он такой от природы одаренный боец. Он очень быстрый, резкий, жесткий. У него очень хорошо поставлена борьба. Он прям аж заряженный такой. И чувствуется, что в его нарезках везде есть амбиции бойцовские. Это, на самом деле, для бойца это очень хорошо. Значит, он будет драться до конца и будет стараться победить. Есть, конечно, на мой взгляд, у него небольшие недочеты в технике, но я думаю, что это связано с его профильным видом спорта. Так как там присутствует борцовская техника, а руки у него немного ниже находятся, чем у классических кикбоксеров. На руку ли это будет нам? Я думаю, что на руку. Все атаки у него производятся не от головы, а от груди. И опять же, это связано с тем, что там, по-видимому, прихваты ног и рук. Но он владеет арсеналом ударной техники ногами. Неплохо бьет, он с разворотами бьет. Это нестандартный удар, и в кикбоксинге это очень редко применяется. И он многих, я посмотрел, так вот нокаутировать ударами с разворотом. Но есть у него, не знаю, минус или плюс. Не знаю, как он против Влада будет это использовать. Он идет вперед. Идет вперед, он прям налетает. Здесь, конечно, нужно будет Владу внимательно смотреть за его неожиданными действиями. Руки, естественно, не отпускать. И четко выхватывать моменты, когда он будет открытый, попадать туда, скорее всего, руками. Но соперник очень нестандартный. Очень нестандартный. С такими, на самом деле, очень сложно работать. Здесь нужно больше, думаю, что нужно работать на опережение и больше игры. Его закручивать, чтобы он пролетал мимо. Но, опять же, нужно всегда ухо в остро держать, потому что он непонятно, нестандартные удары с разворотами, амплитудные удары бьет. Здесь будем ориентироваться. После каждого раунда будут корректировки. Что делать, куда, чего менять. Но я думаю, что работа будет разноплановая. Где-то, возможно, Влад и порубится, где-то обыграет, где-то опередит. Вот, поэтому после каждого раунда будет понятно. Возможно, тактика будет, скорее всего, меняться. Был у Влада соперник, еще, скажем, в юности, похожий на технику и тактику именно Аймана. Это когда Влад дрался в Германии на турнире Mix Fight Gala. Это у него дебют был, когда ему было 17 лет. Когда он дрался с турком, где Влад нокаутировал турка во втором раунде, кажется. Вот, очень сильно схожи техника, но Айман, он посильнее, покрепче. Но стилистика боя подобная. То я на самом деле очень рад, что начинаются у нас в России международные бои. Что, исходя из того, что у нас была пандемия, не было ни выездов, ни въездов. Здесь больше такие поединки были внутрироссийские и ближнего зарубежья со страны СНГ. Сейчас уже более дальние зарубежья приезжают. И я думаю, что этого египтянина Аймана нельзя недооценивать. Так как он боксирует совсем на другом бойцовском рынке. Во-первых, это африканский континент, соответственно, известный на своем континенте. И он еще из другого стиля, скажем, единоборств. Он довольно, судя по этим титулам, по регалиям, он должен быть довольно известный в своем мире боевых искусств. Предлагаю вам 2 сентября прийти на арену и посмотреть вживую поединок Влада Тойнова против Аймана из Египта. Либо включить прямую трансляцию и воочию все увидеть. Валера устал? Все, а теперь на характере! Субтитры сделал DimaTorzok